Тайкан Турбо И посмотрим на него поближе Поехали Да, вперед залезать, конечно, куда удобнее И здесь экраны, 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 экраны И это первый Porsche с полностью цифровой приборной панелью Даже у 911 посередине аналоговый тахометр Здесь полностью цифровая приборная панель Клавиши запуска силового агрегата находятся слева от руля Классика Porsche И вот видите, какой там символ никаких старт-стопов Здесь располагается экран мультимедийной системы Основной, вот он прогружается Пока, к сожалению, не очень торопливо Здесь дополнительный дисплей для переднего пассажира Ну а на центральном тоннеле находится блок управления климатической установкой Давайте проверим, как все это работает У него, кстати, есть виброотклик, который, очевидно, можно отключить Но сейчас здесь вообще ничего не работает А, нет, вот включилось Можно выбрать, с какой стороны вы будете заряжать батарею Автомобили здесь же открывается, очевидно, багажник Открывается, закрывается Здесь же открывается передний багажник Ну а справа от руля находится вот такой вот джойстик выбора режимов движения Ну, точнее, включение передней передачи, задней передачи нейтрали А паркинг включается клавишей С практичностью здесь, ну, в принципе, наверное, неплохо Здесь держатель для мобильного телефона, который очень похож на то, что используется в последней Toyota Subaru Пара подстаканников Надпись Taycan Очень много глянцевых панелей, которые, естественно, быстро становятся марками и пачкаются Здесь я тоже не понимаю, как регулируются дефлекторы, но тем не менее Руль Внизу находятся клавиши выборов режимов движения Их четыре Режим, который минимально использует батарею Обычный, спортивный, спорт плюс Есть еще режим individual, который можно настроить под себя Руль обшит алькантарой Нулевая метка, почему-то без цвета Вероятно, это будет опция Здесь у нас еще одна площадка На центральном тоннеле В общем, вещи здесь распихать можно Сидения Сидения просто потрясающие Ну, в общем, чего еще можно было ожидать от Porsche Боковая поддержка классная Регулировок навалом, все они находятся в удобном месте Их не надо искать Подушка оптимальной длины Боковой поддержки хватает Профиль спинки отличный Короче, спереди в этой машине можно ехать действительно долго и с удовольствием Ну и, наконец, последняя деталь Секундомер на верху центральной консоли Никуда не делся Типичный Porsche В общем, интерьер очень минималистичный Выглядит очень неплохо Материалы отделки, естественно, классные И мягкие И я напомню, это не кожа Не будьте обманутыми Рулевая колонка, кстати, с электроприводом Но джойстик там такой, что его можно выломать Потому что он выглядит так же, как и рычажок Который ослабляет рулевую колонку Чтобы вы могли ее отрегулировать Такой же, как на машинах попроще Так, второй ряд сидений Porsche Taycan Не сказать, чтобы здесь было очень удобно И вот коллега не может выйти из машины Двоим взрослым здесь, в принципе, будет очень даже неплохо Однако никакого запаса места здесь практически нет Вот по коленям уже вот так Правда, за мной сидит очень высокий человек Да, вот вылезти отсюда Это тоже та еще задачка Чтобы выпустить человека Вот смотрите, как выбираться из Taycan Поэтому Сзади у нас все выключено Но вот здесь явно находится дисплей для регулировки температуры Вот человек передо мной немного подвинулся вперед Запас для коленей существенно вырос Ступни практически не помещаются А макушкой я уже вовсе упираюсь в потолок Короче говоря, да, ездить здесь, конечно, можно Но, пожалуй, недолго Из удобств здесь, значит, у нас есть Откидной подлокотник В нем пара подстаканников Здесь, как я уже говорил, дисплей Он пока выключен, но явно используется Для управления климатической установки Для пассажиров второго ряда Какие здесь интересные дефлекторы Я не понимаю, как они регулируются И регулируются ли они вообще Нет, они вообще не двигаются Здесь удобный лоток, куда можно положить мобильный телефон Сейчас попробуем это сделать Идеально Поместился, как в литой Геометрия посадки сзади Очень, кстати говоря, неплохая Здесь такие два отдельных, по сути, сидения С очень развитой боковой поддержкой С хорошей неплоской подушкой Прям все отлично Очень мне нравится Огромная панорамная крыша Которая занимает практически всю площадь потолка Просто вы посмотрите, насколько она большая Материалы отделки, естественно, суперкрутые Здесь на выставке стоят только модификации Тайкан Турбо С То есть самые дорогие версии Здесь везде замша А вот это, кстати, не натуральная кожа Как заявляют в Порше Это материал Очень похожий на кожу И это первая модель Порше Которая не использует натуральную кожу в отделке И это штука, которая сделана из возобновляемых ресурсов Понятия не имею, что это значит Но кажется, это просто кожзаменитель Он же известен вам как эко-кожа и дермантин Здесь у нас крепление изофикс Можно возить детей Ну, в общем, вы поняли Сзади, конечно, это не лимузин Хотя перемещаться здесь вчетвером Все-таки вполне можно Ну, а вот, собственно говоря, второй багажник Порше Тайкан И, наверное, эту машину можно назвать самым практичным Порше Потому что грузовых отсеков здесь два Он совсем небольшой Тут чуть более 80 литров Здесь же находится лючок для омывайки Аварийный знак И, в общем-то, все Ну, небольшая спортивная сумка сюда легко поместится Но, пожалуй, что-то большое и серьезное сюда уже не затолкать Куда круче дела, конечно, обстоят сзади Итак, вот основной багажный отсек Здесь почти 400 литров Он, на удивление, неплохо организован Карман здесь, карман с той стороны Даже розетка на 12 вольт есть Вот такой вот кармашек с сеточкой Фиксаторы для большой багажной сетки Здесь еще один дополнительный органайзер А здесь, по-моему, это... Да, эта панель зафиксирована намертво Массивный порог, но погрузочная высота в целом очень неплохая Электропривод И все, меня выгоняют со стенда Итак, что же Porsche Taycan представляет из себя в плане техники? Все версии, которые существуют на данный момент Комплектуются двумя электрическими двигателями Один на передней оси, другой на задней оси Сзади, помимо электромотора, стоит еще и двухступенчатая трансмиссия Первая передача в ней используется для того, чтобы обеспечивать более эффектный и эффективный разгон с места Ну, а вторая передача нужна для того, чтобы экономить заряд батареек Кстати, о батарее Емкость батарейки очень большая, 93,4 кВт часа И эта батарея обеспечивает очень неплохой запас хода В случае с топовой, самой мощной версией Taycan Turbo S С вот этой вот Запас хода составляет максимальный 412 км У версии попроще, версии Turbo Максимальный запас хода заявленный 450 км Самое время поговорить о мощности Топовая версия, опять же, вот эта Выдает 761 лошадиную силу Taycan Turbo, те же два мотора, развивает 680 лошадиных сил Самая крутая модификация разгоняется с места до 100 км в час за 2,8 секунды Ну а базовая на данный момент версия делает то же самое за 3,2 секунды Максимальная скорость в обоих случаях составляет 260 км в час Естественно, Taycan напичкали всем самым крутым и продвинутым, что прямо сейчас есть у Porsche Помимо полного привода, который обеспечивается двумя электрическими двигателями на каждой из осей Здесь есть система контроля вектора тяги Есть активные амортизаторы Есть полноуправляемое шасси И посмотрите, какое у Taycan плоское днище Все ради аэродинамики И коэффициент лобового сопротивления у этой модели составляет всего 0,22 Еще одна интересная особенность Taycan заключается в том, что он укомплектован бортовой системой электропитания на 800 вольт Для электрокаров этот показатель, как правило, составляет 400 вольт Ну а для машин с двигателями внутреннего сгорания с недавних пор стало нормой 48 вольт И 800 вольтовая система обеспечивает в первую очередь очень быструю зарядку батарей Как заявляют в Porsche, с помощью специального зарядного устройства большой мощности, естественно Запас хода на 100 километров можно увеличить всего за 5 минут Также с помощью специального зарядного устройства запас батареи можно увеличить с 5 до 80% всего за 22,5 минуты Естественно, машину можно зарядить и от обычной бытовой электросети дома или в гараже Но, правда, сколько это займет времени, в Porsche, увы, не рассказываю Однако, Porsche готов поставить мощную зарядку прямо вам домой, если вам есть куда ее воткнуть Вот таким получился первый серийный электрокар компании Porsche И, кстати, он будет продаваться в России Цены уже объявлены, всю информацию ищите в новостях Ссылки на которые мы оставили в описании А понравился ли вам Porsche Taycan? Своим мнением обязательно поделитесь в комментариях А также не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать выход новых роликов В том числе с автосалона во Франкфурте Их будет еще очень много Увидимся!